коллеги добрый день мои дорогие одноклубники слышно меня прекрасно вижу ирину вижу на экране подключение дарьи подкопаевой так кто у нас еще в студии обозначьте себя еще не москва с нами оксана нароленкова комсомойская правда слышит меня да здесь все хорошо добрый день отлично вы пока камеру не включаете ну потом желательно когда вопросы будете обозначать камеры хорошо василиса василиса рад вас видеть слышать доброе утро замечательно так иван здесь смирнов да да нет я тут вот и к нам присоединился наш смежный пиар отдел развития это ирина да да добрый день ирина крылова хорошо коллеги сейчас мы дождемся еще буквально минуту еще одного эксперта и вот таким составом экспертом три человека я их представлю уважаемых наших гостей нашего пресс-клуба чуть попозже для разогрева хотел бы уточнить по времени кто-то из вас будет отключаться через полчаса уже да как я понимаю василиса говорила что у нее времени сегодня ограничено да все верно ну тогда не уходите пожалуйста со связи не удовлетворил потребность в своих вопросах хорошо то есть найдите возможность в общении задать свои вопросы получить как бы комменты необходимые вам и уже при подготовке да и при подготовке если будет у вас понимание о складывающемся материале можете в личном порядке выходить мы вам обязательно дополнительно можем ту или иную непонятную для вас тему прояснить хорошо договорились спасибо большое договорились так хорошо у нас андрей юрьевич подходит я тогда сделаю небольшую вступительную как полагается мне как сопредседателя пресс-клуба часть до обозначив нашу встречу очередную встречу в пресс-клубе гармония накануне значимого в области здравоохранения события в очередной раз завтра будет отмечаться всемирный день мозга который был учрежден 1900 который был учрежден всемирной федерации неврологии созданной в 1957 году в брюсселе по инициативе люда ван богарта чарльза позора мы с вами сегодня прикоснемся к таинствам головного мозга как известно военным языком говоря генеральному штабу человеческой сущности который управляет всеми органами и системами до известно что более половины всех нейронов человеческого мозга имеет всего лишь четыре входа называемые дендритами в клетках зернах известно что поврежденные нейроны могут отрастать и регенерировать обычно со скоростью один день в месяц по открытым источникам информации любопытные факты о том что самые ранее успешные операции на головном мозге восходят каменному веку на 60 процентов наш мозг состоит из жиров мозг фактически не спит и мозге нет двух одинаковых даже клеток обо всем этом с позиции нейроэндокринологии нейрохирургии и намного больше и о клинике и о диагностике проблем мозговых мы сегодня с вами на пресс-клубе поговорим с директором института высшего и дополнительного профессионального образования нашего центра медицинградокринологии минздрава россии доктора медицинских наук ведущим научным сотрудником отделение нейроэндокринологии и остеопатий екатериной александровной пигаровой вот она справа поговорим с андреем юрьевичем григорьевым заведующим нейрохирургическим отделением медицинградокринологии нейрохирургом доктором медицинских наук, действительным членом Академии электротехнических наук по отделению электротехника и электроника в медицине, профессором кафедры нейрохирургии и нейрореанимации Московского государства медико-стоматологического университета имени Евдокимова и Фатимат Магомедовна Хандаевой, кандидатом медицинских наук, научным сотрудником отделения нейроэндокринологии и остеопатии, специалистом в области заболеваний гипофиза, председателем Российского общества молодых эндокринологов. Ну и как всегда у нас вводится, вначале послушаем вводную часть наших гостей, а потом зададим те вопросы, которые нас волнуют. Уважаемые спикеры, слушатели готовы? Тогда кто начнет? Я тогда начну с небольшой такой ремарки, что то, чем мы занимаемся, это главная, наверное, железа в нашем организме, которая относится к головному мозгу, это гипофиз. И именно и недостаток гормонов гипофиза, и избыток, они имеют очень такие красивые и, может быть, не очень красивые, но очень яркие изменения, которые мы можем увидеть у пациентов. И вот Патемат Магомедовна подготовила очень интересный обзор тех гормональных расстройств, которые мы можем наблюдать. Это и акромегалий, гипофизарный нанизм, то есть это карликовость у пациентов, это болезнь оценко-кушенка, это болезнь андисона, это вторичный гипотиреоз. И, наверное, подытожит, вот что важно знать и помнить о гормонах. Поэтому вот, если можно, я передам слово тогда Патемат Магомедовна. Спасибо. Добрый день. Сейчас наглядно вам покажем, как же в такой маленькой железе, маленьком органе могут происходить изменения и дефицит или избыток тех или иных гормонов влиять на весь организм в целом. Ну, начнем мы с одной из самых ярких картин. Это акромегалии и акрогигантизм. Возникает такое состояние, когда гипофиз продуцирует очень много гормона роста, больше, чем нужно организму. И данные заболевания известны человечеству давно. Вот, как вы можете увидеть, и фрагмон Египта страдал таким заболеванием. И Морист Ее, это очень известный рестлер. Позже уже стало известно, что такие изменения, они связаны с избытком гормона роста и требуют незамедлительного лечения. Потому что, помимо внешних изменений, понятное дело, что и организм страдает в целом. И люди с таким заболеванием стали прототипом некоторых мультяшных героев, к примеру, такого, как Шрек. Хотя, если задуматься поглубже об этом, это не так, наверное, смешно, это очень карикатурно. Если мы будем говорить о том, как заподозрить акромегалию, то ответ на данный вопрос кроется в названии. Название греческое, акрос – это пальцы, и мегалос – это увеличенные. Что, соответственно, можно увидеть у таких пациентов, у людей, страдающих в данном заболевании. Сбегая вперед, я просто скажу, что первым методом лечения является нейрохирургическое лечение. Андрей Юрьевич об этом все расскажет. Ну и хочу провести аналогию того, как выглядят люди, у которых недостаточно гормона роста. Такое состояние называется гипофизарный нанизм. С одной стороны, это, конечно, вечно молодые пациенты, но с другой стороны, это люди, которые без гормона роста, которые, может даваться дополнительно, не растут. И здесь мы можем говорить о карликовости. И гипофизарный нанизм – это вообще мужчина, аномальная низкорослость, менее 130 см, и женщина менее 120 см. Ну вот самый маленький человек, 79 см, и он умер в 22 года. Но он умер не от дефицита гормона роста, а от чрезмерного курения. Вот он на картинке слева. Ну, мы можем помочь таким пациентам. К примеру, здесь приведен пример Лео Мессис, замечательного футболиста, которому в 9 лет как раз-таки был поставлен СТГ-дефицит. И при правильном приеме и грамотном лечении, как вы видите, никоим образом здоровье не пострадало, и даже помогает заниматься спортом и добиваться больших высот. Другое состояние. Здесь уже речь пойдет о другом гормоне. Это гормон АКТГ. И гормон АКТГ заставляет надпочечники вырабатывать много кортизола, который еще называют гормоном стресса. И от таких людей правда можно услышать, что я правда ничего не ем и полнею, потому что именно это заболевание входит в 5% заболеваний, приводящих к ожирению и не связанных именно с избыточным поступлением веществ. Увидеть болезнь оценка Кушинга уже на стадии, когда это стало клинически заметно, несложно на самом деле. Тут бывает обогровые стрии, бывает красноватое лицо, бывает акты, лишний вес. И таким пациентам тоже можно помочь. И здесь первой линией лечения также является нейрохирургическое лечение. И на данном слайде вы можете пациента видеть до лечения и как они восстанавливаются и возвращаются к своей прежней жизни уже после удачного нейрохирургического лечения. Ну и противоположная сторона данного заболевания, к примеру, когда гормона КТГ или кортизола очень мало, и люди начинают страдать болезнью Адисона надпочечниковой недостаточностью. Среди известных людей такие тоже есть. Это Джон Кеннед и Джейн Остин. Ну, Камер Симпсон здесь приведен для того, чтобы как-то описать, как выглядят эти пациенты. Они зачастую имеют достаточно такой желтый, золотистый бронзовый оттенок. Конечно, главное не внешнее проявление, а внутреннее. То, что это постоянная хроническая усталость на первых стадиях. Дальше хуже. Но самое главное, что это тоже можно вылечить. И здесь назначаются стероиды. И еще одно заболевание, несколько похожее по клинической картине, потому что тоже, если вы увидите людей, приведенных на данном слайде, их объединяет другое заболевание. Это гипотиревоз. То есть, когда недостаточно гормонов щитовидной железы или гормона гипофиза ТТГ, который дает команду щитовидной железе вырабатывать свои гормоны. И опять-таки все эти люди достаточно успешно, замечательно живут, потому что, несмотря на все осложнения, которые могут быть без лечения, всего лишь грамотное назначение медикаментозной терапии полностью возвращают к жизни. И что бы мне хотелось сказать и на что обратить внимание. Да, эндокринная система регулирует все жизнедеятельности организма. И мельчайшее изменение может привести к большим последствиям. Нужно быть внимательными друг к другу, смотреть на свое окружение. Если вы замечаете какие-то изменения во внешности или в том, что человек стал более усталый, или, напротив, более тревожный, подумать о том, что может быть причина в гормональных нарушениях. И гормоны, которые назначаются в виде таблеток, они людям необходимы как вода. И нужно понимать, что это постоянный прием. Не бояться. Я знаю, что давно бытует мнение, что гормоны приводят к тому, что можно поправиться, и к прочим осложнениям. Но на самом деле это не так. Так, и в большинстве случаев неприем необходимых гормонов может, наоборот, привести к нехорошим последствиям. Ну и, конечно, лечение эндокринных заболеваний должен заниматься врач-эндокринолог, и должен быть коллегиальный подход. Обязательно в этом вопросе. Самолечением заниматься нельзя. Если вы хотите быть здоровыми, то нужно помнить, что все эндокринные заболевания можно вылечить, а если нельзя вылечить, то можно держать под контролем. Спасибо за внимание. Спасибо. Спасибо, Патима Магомедовна. Андрей Юрьевич Григорьев продолжит нашу беседу в позиции уже нейрохирургии. Добрый день. Не включился? Включился. Здесь у меня красный горит. Слышно меня? Да, слышно хорошо. Слышно, да? Еще раз добрый день. Хотел от своего уже лица, от представителя практической части здравоохранения в полном смысле этого слова поздравить вас с наступающим днем. Мозга действительно событие, которое дает всем специалистам, связанным в той или иной степени с этим органом, каждый год понимать, что мы не зря едим свой хлеб насущный, а занимаемся проблемами, которые на самом деле изучены лишь только на маленькую толику процента. И сегодня я хотел предложить вашему вниманию небольшое сообщение о том, каких успехов мы добились или добиваемся, чем мы сейчас занимаемся в лечении такой непростой патологии, а именно аденом гипофиза, это нейроэндокринное образование, которое воздействует на организм двумя путями. Первым путем это выработка гормонов, и вторым путем это увеличение, ну, непосредственно массы, создание масс-эффекта в этой, казалось бы, очень небольшой зоне, в зоне турецкого седла. Давайте начнем, значит, включите, пожалуйста, слайды. Свой доклад я построил по принципу Эбова-Усква-Демаля, то есть от начала, так сказать, хирургии опухоли гипофиза до сегодняшних дней для того, чтобы было понимание, как развивалась эта хирургия, чем и чему мы на сегодняшний день пришли. Вот. Так, периоды развития транскриня... транз... назально-транскриняальной хирургии, они перемежали друг друга в процессе своего исторического развития. Я позволил условно их разбить вот на этот... на такие периоды. Они перекрывают друг друга в течение каждого периода, почему я так разбил, один из тех методов, которым он называется, достигал, наверное, своего максимума развития на тот период научно-технического прогресса. Вот. И поэтому вот такое условное было их разделение. Итак, начнем мы с самого начала. Когда только начали проводить операции на опухоли гипофиза, пытались прежде всего хотя бы понять, что происходит, поскольку не было визуализационных методов исследования, и хирурги того времени пытались хотя бы дойти до опухоли и понять, что вызывает вот такие изменения. Но вот здесь были те определенные задачи, которые ставились хирургами того времени. Начать надо с Виктора Хорсли, это хирург Королевского госпиталя, который осуществил в 1889 году свою первую операцию на гипофизе. Она была вот его зарисовки, это был транскраниальный доступ, до опухоли они дошли, это был пациент с акромегалией, частично ее убрали, но потом от последующего кровоизлияния пациент умер. Всего за свою карьеру он существил приблизительно 10 вмешательств на опухолях мозга, и два пациента у него скончались, тем самым он сумел доказать, что можно оперировать таких больных достаточно низкой нейтальностью, 20%, в то время, конечно, при летальности 50-80, безусловно, это было достижение, хотя для нас сейчас цифра 20% кажется просто ужасающей. Следующий специалист, который начал трансназальные операции, первый, применил их, это был Герман Шлёфер, он применил методику отведения носа в сторону, вот здесь, конечно, кошмарная картинка, но тем не менее, это положило началу как раз трансназальной хирургии, поскольку он в принципе изменил философию хирургического подхода. Нельзя обойти внимание великого нейрохирурга Гарвея Кушинга, который разрабатывал доступы к турецкому седлу, как транскраниальные, так и трансназальные, и в 909 году он применил сублобиальный доступ и прооперировал таким доступом приблизительно 250 пациентов. Это огромное было количество операций в то время, и он сумел показать зависимость между развитием опухоли гипофиза и теми клиническими проявлениями заболевания, которые возникали у пациентов. И в 1912 году он высказал первые предположения, а в 1932 уже опубликовал свой труд об азофильных аденомах гипофиза и их клиническом значении, где он показал как раз зависимость развития болезни иценко-кушинга, например, или акрометалии в зависимости от опухоли гипофиза. Одна из его заслуг состоит в том, что он сумел снизить летальность при этих операциях практически в 4 раза еще больше. Это поистине колоссальное хирургическое мастерство того времени. В 1910 году от иринолеринголог Оскар Хирш впервые предложил доступ, который на сегодняшний день не является прототипом всех тех доступов трансназальных к турецкому седлу, а именно первый трансназальный доступ. То есть он, не изменяя полость носа, показал, что можно дойти до турецкого седла и тем самым удалить опухоль. Но к сожалению, к сожалению, приблизительно в 30-х годах этот доступ был незаслуженно забыт. Ведущая роль в этом принадлежит Гарвии Кушенгу, который посчитал, что доступ достаточно травматичен, плохая видимость и отсутствие антибиотиков, наличие большое количество инфекционных осложнений как бы привело к тому, что все практически нейрохирурги того времени отказались от такого доступа и стали проводить как раз транскраниальные доступы, где частота осложнений была меньше, доступ вы видите, какой большой и зона видимости в условиях отсутствия каких-либо средств для усиления для вооружения глаза в виде микроскопа или бинокулярной лупы они отсутствовали и поэтому доступ был предпочтительней. Тем не менее, трансназальным доступом продолжают оперировать хирурги и это был один нейрохирург в мире Норман Дотт, который продолжал использовать эту технику и в 60-х годах стал активно обучать своих коллег он стал активно обучать прежде всего передал свое искусство французскому нейрохирургу Жиражу Геоту, который ввел интрооперационную радиофлюроскопию, что позволяло посмотреть на под воздействием рентгеновской установки можно было увидеть боковую проекцию турецкого седла здесь вы ее видите и за счет этого хирург мог хотя бы как-то ориентироваться в полости черепа хотя бы в одной проекции и понимать где он находится вот так вот выглядела операционная до последнего времени затем Жуль Харди который также учился у Норманда Дота предложил использовать бинокулярный микроскоп и применил селективную аденомоктомию поскольку раньше удаляли весь субстрат который находился в турецком седле и у пациента развивались гипопитуитарные нарушения приходилось с ними уже бороться вот и Жуль Харди предложил благодаря тому что применили микроскоп стало возможно увидеть дифференцировать ткани нормальной ткани гипофиза и патологической ткани он предложил оставлять нормальную ткань и удалять таким образом только опухолевую ткань ну вот здесь пример удаления опухоли через транскраниальным доступом вот и мы видим что опухоль удалена сверху это транскраниальный доступ и также пример удаления опухоли трансназальным доступом когда опухоль в большей степени растет вниз и таким образом показания к лечению этой патологии разделились если опухоль имеет супраселярное распространение вверх ее удаляли транскраниальным доступом а если опухоль росла вниз ее удаляли преимущественно трансназальным доступом вот помимо этого развивался еще один доступ когда подходили к опухоли сбоку грубо говоря экстраселярно в данной ситуации мы видим что опухоль удалена когда человек когда хирург проходит прямо сквозь твердую мозговую оболочку приподнимая мозговое вещество вот и непосредственно касается мозговой ткани таким образом он может удалить опухоль которая растет вверх а если опухоль растет вбок то к ней можно подойти экстрадурально не затрагивая мозговое вещество и дойти до этой же зоны и удалить опухоль которая растет Ну вот пример этой опухоли, когда хирург удалял ее экстрадуральным латеральным доступом. В этот момент стал активно применяться доступ, разрабатываться так называемый двухэтапный доступ. Если опухоль имела большие размеры, росла и вверх, и вниз, то ее стали сначала одним этапом удалять транскраниально, а потом через некоторое время удалять трансназально. Как правило, делалось именно в такой последовательности, потому что есть определенные риски развития кровоизлияния в остатке опухоли, которые зачастую, если опухоль осталась в полости черепа, несовместимы с жизнью пациента. Ну вот пример, когда удалена верхняя часть опухоли, а затем через несколько месяцев удалена нижняя, и у пациента наступило полное излечение. Вы видите на графике, как постепенно трансназальные операции все-таки набирали свой оборот, поскольку показания к ним расширялись, мастерство хирургов росло, и постепенно трансназальные операции стали вытеснять транскраниальные. Применение дополнительных методик анестезиологического реанимационного пособия позволило в значительной степени и улучшить выживаемость этих больных, сократить послеоперационный период, и летальность при выполнении таких операций транскраниально к концу прошлого столетия спустилась до 4%, а при трансназальных операциях вообще практически меньше 1%. Безусловно, здесь влияет возраст больного, его преморбидное состояние, но тем не менее общая статистика именно такая. Я не буду долго останавливаться на введении самой эндоскопии, это огромная эпоха, и она по-своему интересна, но это не тема сегодняшней нашей, так сказать, круглого стола. Скажу лишь, что только в конце прошлого столетия эндоскопия начала активно применяться в нейрохирургии, и в частности в трансназальной хирургии. Мы видим, что только в 92-м году была проведена первая эндоскопическая операция, когда эндоскоп выступал как единственный визуализационный инструмент, уже не микроскоп, а эндоскоп. И с этого момента я считаю, что эра эндоскопической трансназальной хирургии начала свое шествие по миру, и на сегодняшний день практически все операции в этой зоне выполняются эндоскопически. Мы эндоскопически можно удалить как вот от микроаденомы до вот такой гигантской аденомы, благодаря наличию угловой оптики, когда хирург может посмотреть за пределы прямой видимости, он может за стенкой, грубо говоря, увидеть фрагменты опухоли и изогнутыми инструментами удалить ее. В 60-70-е годы ознаменовались изучением и выделением гормонов гипоталамуса, и в 68-м году был синтезирован бромкриптин. В 80-м году был синтезирован кабергалин, были первые публикации. И вот я привел портрет Майкла Торнера. Заслуга этого ученого состоит в том, что он предложил использовать агонисты дофамина как лекарство, которое может воздействовать на рецепторы определенных гормонально активных аденом гипофиза, пролактин секретирующих, и тем самым, подавляя эти рецепторы, уменьшать размеры опухоли. Это был поистине прорыв в лечении вот такого типа аденом гипофиза, как пролактином, потому что они зачастую очень вырастали до большого размера. Они имеют инфильтративный рост, и удаление любое, как транскраниальное, так и трансназальное вот таких вот опухолей, оно сочревато развитием больших осложнений у пациентов, вплоть до гибели. И применение консервативного лечения позволило удалить целый пласт вот таких новообразований из хирургической практики. Вот здесь вы видите, что на фоне лечения агонистами дофамина через год опухоль практически полностью исчезла. Вот еще один пример. Представляете, насколько качество жизни у человека сохранилось? В 1973 году был синтезирован самат статин, и потом он был зарегистрирован уже как препарат для лечения акромегалии. В 1986 году Ковак и Хорватс предложили классификацию аденом гипофиза уже по гормональной активности, и вы видите здесь основные положения, они представлены сейчас на слайде. То есть все аденом гипофизы были разделены на гормонально активные и гормонально неактивные, и в зависимости от того гормона, который они синтезируют, они так и назывались гонадотропиномы, тириотропиномы, пролоктиномы и так далее. Проводятся активные попытки лечения консервативного этих опухолей с помощью препаратов, и мы видим, что эффект определенный есть, уменьшение размера опухоли или уменьшение ее активности. Но все равно на сегодняшний день, если пролоктиномы мы можем сказать, что в 90% случаев мы их не оперируем, то со всеми остальными опухолями возникает большой-большой вопрос. И даже появление такого препарата, как пигвисомант в практике показало, что он тоже не 100% эффективным. И поэтому все-таки первое слово на сегодняшний день в лечении этих опухолей остается за хирургией. И с этого момента, с момента изобретения как раз этих препаратов перед хирургами и понимания гормональной секреции опухоли, перед хирургами встала еще одна задача. Не просто убрать опухоль, удалить масс-эффект, освободить окружающие ткани, а отнестись к опухоли как к нейроэндокринному заболеванию, чтобы прекратить гиперсекрецию гормонов, чтобы уменьшить ее хотя бы для улучшения качества жизни. Поскольку если мы удаляем опухоль и оставляем небольшой фрагмент, болезнь не уходит, гормональная гиперсекреция продолжается и качество жизни человека может улучшиться, но оно не оптимизируется полностью. Опухоль имеет разную структуру, имеет разные особенности и в зависимости от того, какую особенность имеет опухоль, с такой позицией подходит к ней хирург. Если это плотная опухоль, он удаляет ее одним способом. Если это капсула, то значит надо капсулу иссечь. Если это инфильтративный рост опухоли, значит нужно убрать место инфильтративного роста. И с этой позиции на сегодняшний день и строится стратегия нейрохирурга в лечении гормонально активных заболеваний. Опухоль может иметь несколько фокусов. Она может не визуализироваться на МРТ, на стандартном полуторатысловом МРТ. И тогда диагноз ставится только по клинической картине. И зачастую хирург идет вслепую на диагностическо-поисковую операцию. Но, к счастью, в подавляющем большинстве случаев опухоль оказывается там, и мы можем ее удалить. Что же мы используем для того, чтобы, подобно Микеланджело, убрать все лишнее и оставить один сохраненный гипофиз, а опухоль как отвал отсечь? Это ультразвуковые деструкторы, это коагуляция выпиливания при помощи бора, зона инфильтративного роста, это удаление капсулы опухоли или инфильтрированной части гипофиза. Это может быть истечение мест врастания опухоли, выявление ее второго фокуса роста. Ну и ревизия ткани гипофиза, истечение места, откуда опухоль растет, и флуоресцентная диагностика. На что нужно обратить внимание, да, нейрохирургу? Это обязательно должна быть хорошая визуализация, поэтому мы очень огромное внимание уделяем той оптике, с которой мы используем. Это применение навыка в четыре руки, когда хирург и ассистент в четыре руки оперируют на вот этой зоне, и эта техника позволяет как раз в узком хирургическом пространстве совершать поистине хирургические чудеса. Ну, не будем уходить в технические детали, лишь на примере я покажу, вот что мы делаем. Первое – это применение ультразвукового деструктора. Например, опухоль имеет выраженную плотность, находится, обрастает сосуды и нервы, и мы можем лишь только частично ее уменьшить. Но даже частичное уменьшение опухоли уже улучшает качество жизни, и зачастую после этого применение консервативного лечения позволяет нормализовать гормональный фон пациента. Если опухоль врастает в костные структуры при помощи высокоскоростного убора, вы видите узурированная кость, обезображенная врастающим фрагментом опухоли, и эту зону также мы можем выпилить из основания черепа в процессе операции, и тем самым убрать те инвазивные инфильтративные рост опухоли, которые мешают полному излечению пациента. Мы уделяем внимание капсуле опухоли. Капсула опухоли – это такая прослойка клеток, которые сжимаются в процессе перифокальной зоны, которая сжимается в процессе роста опухоли, и сложность этой хирургии состоит в том, что не просто нужно удалить опухоль, а нужно понять, растает ли она в капсулу, и если она ее прорастает, то значит нужно иссякать и капсулу, которая зачастую очень интимно сращена с гипофизарной тканью. Капсула может быть как толстая, выраженная, мясистая, так и тонкая. Ну вот пример. Видите, удаляет хирург гипофизарную ткань, и потом после этого пытается выделить вместе с остатками и опухоли, удаляет капсулу. Он выделяет ее из полости седла, здесь частичный гипофиз присутствует, и пытается ее аккуратно иссечь в той зоне, где растет опухоль. Капсула может быть очень, если капсула прирастает, и мы понимаем, что мы нанесем большую хирургическую травму, мы можем ее скоагулировать на толщину капсулы специальными биполярными коагуляторами эндоскопическими, для того, чтобы тем самым обеспечить зону термического некроза, в котором погибнут и клетки опухоли. При этом мы стараемся сохранить, конечно, нервную ткань. Капсула может быть очень тонкая, ее практически не видно, она выглядит как паутина. Но тем не менее, она также может быть инфильтрирована опухолей, вот здесь вы видите, опухоль удаляется. А потом хирург аккуратно удаляет фрагменты капсулы. И вот вы сейчас увидите, он делает ревизию, и маленький белый кусочек, это тоже капсула. И зачастую, если мы его оставим, болезнь может не уйти, и из этого кусочка опухоль может вырасти вновь, или этот фрагмент может продолжать секретировать повышенное количество гормонов. Вот чистая ложа опухоли, и хирург может уходить. Качество изображения, как я уже говорил, это очень важно, потому что хирург должен дифференцировать нормальную и патологическую ткань. Зачастую мы применяем гидроскопию, это осмотр полости в водной среде, и это позволяет нам размывать кровь окружающую, увидеть те структуры, которые не видны в воздушной среде. Вот хороший пример я нашел. Производится удаление опухоли. Это опухоль гортикотропной аденомы, которая вызывает болезнь Сенкушинга. И в целом, после удаления мы видим, что, в общем, следов опухоли не осталось. При осмотре в воздушной среде, вы видите, кровотечение не всегда позволяет адекватно осмотреть ложи опухоли. Но, тем не менее, при осмотре, вот воздушная среда, мы видим спавшиеся стенки кавернозного синуса, медиальной стенки. Но при раздувании в водной среде мы видим дефект в стенке этого синуса. Это место, куда опухоль уже начала расти. И, значит, это потенциальное место для повторного образования опухоли. Увидя эту зону, мы коагулируем это место, вызывая тем самым термический некроз этой зоны. И это позволяет нам как раз уничтожить те микрофокусы опухоли, которые могут остаться в этой зоне, и тем самым обеспечить пациенту полное выздоровление. Если опухоль врастает в гипофиз, то мы производим частичную его резекцию, вплоть иногда до тотальной гипофизоктомии, если она растет инфильтративно, для того, чтобы убрать гиперсекрецию гормона. Ну вот здесь приводится пример, как производится геми-гипофизоктомия. Вы видите, опухоль занимает практически половину гипофиза, и хирург, поняв это, аккуратно отсекает половину гипофиза для того, чтобы убрать максимальное количество опухоли. Еще один момент – это невизуализируемая опухоль. Вы видите, на снимках опухоли нет, поверьте нам. Но во время операции мы их находим. То же самое я хотел сказать. Видите, два фокуса опухоли. Хирург должен до операционного этапа понимать, что ему нужно осмотреть все зоны. Не буду останавливаться на видео, не буду останавливаться на сегодняшних результатах. Они сопоставимы с мировыми. И скажу еще лишь о двух методах, которые на сегодняшний день начали активно применять в эндоскопической хирургии. Это хирургия кавернозного синуса. До сегодняшнего дня это достаточно сложная хирургия и в открытой-то хирургии, а эндоскопически, когда хирург оперирует на глубине 20 см, в общем-то эта хирургия на сегодняшний день считалась из ряда вон выходящей. Но тем не менее, работы идут. Первые работы были в 2014 году опубликованы японскими авторами. Вот так вот выглядит техника иссечения медиальной стенки кавернозного синуса. И если опухоль врастает в эту зону, мы также можем уменьшить, увеличить шансы на ремиссию пациента. И вот одна из работ коллег из института в Калифорнии, где на небольшой группе пациентов они сумели иссечь капсулу, медиальную стенку турецкого седла и добиться достаточно высоких хирургических результатов. 93% пациентов с акромеголеи, чистой хирурги. И это очень хороший результат. Вот здесь приведено видео, как это происходит. Мы видим, хирург уже вскрыл сам кавернозный синус, была справа там сонная артерия. И поступательными движениями, пересекая связки, он иссякает миллиметр за миллиметром ту зону твердой мозговой оболочки, которая пророщена опухолью. И последняя методика, которую также активно мы начали применять, это флюоресцентная диагностика, которая основана на избирательном накоплении как раз фотосенсибилизатора в той или иной зоне. Как правило, в нейрохирургии эта методика применяется при лечении злокачественных опухолей, поскольку у них очень высокий метаболизм, и они накапливают как раз сенсибилизатор. Мы вводим в свою практику сейчас тоже эту методику, два основных препарата, это эндоцианин зеленый и фотодитозин. Эндоцианин зеленый накапливается, вводится интероперационно, и в течение минуты он накапливается в разных тканях. И после этого выводится, что создает некие ограничения. То есть хирург в течение минуты должен понять, что ему удалить, и удалить. Второй препарат – это фотодитозин или хлорин Е6, который в течение 48 часов находится в организме, и у хирурга есть достаточно времени, чтобы оценить, где находится повышенное накопление препарата, очистить эту зону, и тем самым удалить те участки опухолей, которые не видны в обычной световой эндоскопии, и которые инфильтрируют окружающие ткани. Вот вы видите зеленым цветом слева цветовой индекс накопления препарата, и уже после того, как хирург удалил опухоль, мы видим, цвет поменялся, ткани еще периферические держат накопление препарата, а в самом ложе опухоли уже нет. Ну и, как обычно, конечно, на будущее, что бы мы хотели, если эта методика сработает, и если как раз фотодинамическая диагностика поможет нам более радикально удалять опухоль, следующий шаг – это фотодинамическая терапия. Пока она производится только тоже при злокачественных опухолях, при удалении внутримозговых опухолей, и, возможно, нам удастся применить эту методику и при лечении аденом гипофиза. Вот. Ну и, как, знаете, это самая вишенка на торте, это мы начали проведение симультантных операций, когда в одной, за одну операцию пациенту решают, корректируют как лор-патологию, так и сначала с участия лор-врача, и затем уже нейрохирург избавляет его от основной проблемы, и тем самым за одно хирургическое вмешательство пациент получает, так сказать, решение двух проблем, два в одном. Наверное, вот на этом я бы хотел на этой оптимистической ноте закончить. Спасибо за внимание. Спасибо, Андрей Юрьевич, спасибо всем экспертам нашим. Коллеги, ваши вопросы? Оксана, видим вас. Да, здравствуйте. Спасибо большое за доклады, очень такие объемные, научные. У меня, наверное, вопрос попроще, и связан он с так называемой, ну, в народе называемой постковидной усталостью мозга. Это когда уже и заболевание прошло, и нет уже стрессовой такой нагрузки в виде ограничений, каких-то суровых. А все равно у человека есть сложности с запоминанием, такие, которых не было раньше, до пандемии. Он все равно чувствует сложности с концентрацией. Вот с чем это связано? Какие-то ли это последствия гуляющего вируса, или что это такое, да? И, в общем-то, как, когда это пройдет, когда все восстановится, и что для этого можно сделать? Ну, кто хочет начать? Ну, можно я тогда начну. Вот постковидный, получается, такой астенический синдром, ну, уже много исследований проведено, и это то, что мы сейчас называем постковидным, раньше он назывался просто послеинфекционным. После тяжелых инфекций такое возможно, и это не связано с нарушением гормонального фона в большинстве случаев, это такое общее страдание нервной ткани самого головного мозга. То есть это чуть не относится к гипофизу, к гипоталамусу, тем, чем мы занимаемся. Но это, конечно, большая проблема, и может продлиться достаточно долго. То есть у предрасположенных людей более шести месяцев, и синдром хронической усталости, он очень-очень уже давно признан Всемирной организацией здравоохранения отдельным заболеванием своими критериями диагностики, но это всегда по умолчанию диагноз исключения. То есть мы вначале должны исключить кучу других каких-то заболеваний, в том числе и заболеваний гипофиза, которые с очень большой редкостью, но могут проявляться после перенесенной вирусной инфекции, включая новую коронавирусную инфекцию. Поэтому отвечаю, вот если бы я отвечала, я отвечаю, получается, на этот вопрос. Наверное, с нейроэндокринной системой напрямую это не связано, но проблема, она большая, и ответить на вопрос, когда это кончится, ну вот не представляется возможным. Но поскольку мы эндокринологи, занимаемся не только этой проблемой, конечно, борьба с вирусом, профилактика вирусной инфекции очень важна на всех этапах, в том числе с витамином D. Поэтому, может быть, такая популяционная профилактика, она здесь была бы полезна. Но это не относится к теме, наверное, сегодняшней встречи. Ну, я скажу, что бы я хотел добавить это самое от себя здесь. Ну, не знаю, насколько сейчас приняли эту формулировку или нет, но даже пытаются выделить отдельный синдром, постковидный синдром, а некоторые специалисты настаивают на то, чтобы был выделен даже синдромальный постковидная энцефалопатия. То есть, что такое ковидное поражение мозга? Это метаболический токсический синдром. Мы не будем углубляться в механизмы, хотя механизм идет связан на том, что вирус через спайс-белок поражает ангиотезин-2, это фермент-организм, который присутствует во многих органах и системах, и в частности в нервной ткани. И идет токсическое поражение просто нервной ткани. Да, если мы не берем этиологии патогенез, то действие, оно токсическое. Это действие может быть сопоставим, ну, как бы, можно сравнить с действием каких-то токсических агентов. То есть, идет поражение нервной клетки. И, безусловно, ее функционал сразу снижается, она начинает хуже работать. И в зависимости от того, насколько остро было это поражение, у человека может развиться как делериозное состояние, состояние спутанности сознания, которое быстро развивается, так и деменция, которая развивается значительно медленней. По статистике, ну, вот китайцы приводили свою статистику, в Юхане у них у 37, что ли, процентов, 40 процентов пациентов развивалось дилериозное состояние на фоне ковида. А по данным уже частоты развития деменции, до 80 процентов пациентов, перенесших ковид, в той или иной степени страдают деменцией. Это и, как бы, можно сказать, синдром хронической усталости, это тревоги, депрессии, апатии. И, чтобы пациента вывести из этого состояния, необходим ряд достаточно простых мер. Если мы говорим о хорошем, исходном фоне, что у пациента не было какого-то преморбида, допустим, какого-то исходного, тяжелого состояния по его когнитивным способностям, то применение небольших, казалось бы, простых процедур, а это нормализация, прежде всего, поскольку пациент, он же в стационаре находится ограниченное время, а потом он переходит домой. И вот создание как раз дома тех условий восстановления, грубо говоря, санаторно-курортного режима, как раз позволяет пациенту выйти из этого состояния. Это обязательный режим сна и бодрствования. Это обязательный, грубо говоря, блэкаут во время сна, чтобы свет из окна не попадал в окно, чтобы мозг понимал, что сейчас ночью он спит. Да, днем это обязательно прогулки, и на этом фоне обязательно режим питания, правильное питание, да, оно должно быть полноценное, оно должно содержать весь комплекс необходимых витаминов и аминокислот для того, чтобы мозг мог нормально питаться. Да, то есть питание, режим дня, благоприятная обстановка, спокойная дома, позволяют как раз таким пациентам и выйти из этого состояния, которое может длиться на сегодняшний день месяцами. Вот, и как Александр сказал, что оно может быть и до полугода, а на самом деле, мне кажется, что оно может быть до года и больше. Но мне кажется, вы привели ужасающие данные из Юхани, что деменция... Деменция, делили, это быстрое нарушение сознания. Тогда извините. А деменция, да, в той или иной степени я имею в виду. Я здесь хотела бы подчеркнуть, что, наверное, не только токсическое действие на головной мозг, но и гипоксическое, то есть то, что нехватка кислорода и при самом заболевании. И показаниями для госпитализации, кислородной поддержки является именно падение, насыщение крови кислородом. И головной мозг, конечно же, страдает. Он самый большой потребитель и кислорода, и других элементов питательных. Поэтому, а каждая клеточка страдает. И, наверное, выйти из этого, вот, наверное, вот то, что вы прописали, это, наверное, всем нам нужно для сохранения нашей нервной системы. Даже если мы не боимся. Но важно здесь, я считаю, конечно же, профилактика всех этих заболеваний. Профилактика лучше лечить. Лучше, да. И здесь, опять-таки, мы возвращаемся к прививке и так далее. Ну, да, да. Вот вопрос до сих пор, не знаю, насколько он открыт или нет в среди медицинского сообщества, да. Вот, я, может, открою, конечно, этот ящик Пандора, но все-таки. Так надо делать прививку или нет? А если надо, то когда? Кому надо делать прививку? Всем поголовно или нет? А нужно ли ревакцинироваться? Всем ли ревакцинироваться или нет? А не увеличивает ли прививка, например, чувствительность к этому же вирусу? И такие данные тоже есть. И это сейчас вопрос на злобу дня. Вот какая штука. Спасибо, уважаемые спикеры. Вопрос Оксаны из Комсомольской правды вызвал даже, вот видите, у нас дискуссию определенную, что говорит о высокой корпоративной культуре в нашем центре, в постоянном поиске наших специалистов и в нейроэндокринологическом профиле также. Коллеги, а есть еще вопросы? Что вызывает у вас желание уточнить? Пожалуйста. Здравствуйте, вот у меня есть вопрос. Какие есть общие, такие типа, выклинические проявления одного гипофиза? И какие есть неспецифические, которые редко встречаются? Чтобы обычный человек понимал, что у него проблемы с гипофизом, ему срочно нужно идти к врачу. Ну, в целом, любое изменение в состоянии здоровья и в общем самочувствии, иногда даже в изменении настроения, которое длительно протекает, требует того, чтобы обратиться к врачу. Обращаться ли сразу к эндокринологу, когда вы просто заметили, что слегка набираете вес или что появлялись какая-то сыпь, отсекают ноги, вы больше устаете, хуже спите, навряд ли стоит идти прямо сразу к эндокринологу. И в большинстве случаев достаточно сходить к терапевту, который уже назначит определенное обследование для того, чтобы понимать, действительно ли это эндокринная патология. И только потом уже идти к эндокринологу. Конечно, если вы замечаете, что-то несколько комплексов, к примеру, у вас там и вес как-то изменился, и, к примеру, у женщин достаточно показательно, что нарушился цикл, то здесь вероятность того, что нужно к эндокринологу, может быть больше. Но во всех остальных состояниях первоначально нужно, конечно, обратиться к терапевту. Если говорить, наверное, немножко с другой стороны, с хирургической, то пациент должен в первую очередь обратить на изменения. Если мы говорим об развитии опухоли как объемного процесса, то в первую очередь страдают те органы, чьи нервные пути проходят около турецкого седла. Прежде всего, это зрение. Если у пациента началось снижаться зрение, то прежде всего нужно обратить на это внимание. К сожалению, не всегда окулисты, можно сказать, имеют вот эту онкологическую настороженность. И зачастую пациент долгое время ходит к окулисту, а пациент говорит, у вас все с глазами нормально, не знаю, почему вы плохо видите. А связано это с тем, что опухоль сдавливает зрительный нерв и просто качество, грубо говоря, проводимых нервных импульсов, оно страдает. И поэтому человек просто хуже видит. Поэтому в этой ситуации, я считаю, что если у пациента есть нарушение зрения и он не, и окулист не понимает, почему это происходит, надо просто сделать МРТ. Это избавит, это можно сказать, как начальное скрининговое исследование, но она избавит от очень многих вопросов в будущем. То же самое относится к головной боли специфического характера, когда опухоль только начинает расти, и у пациента развиваются головные боли, лобно-височные локализации еще до зрительных нарушений. Это тоже патогномонично как раз для роста аденомогипофиза вверх. Если у пациента опухоль растет вбок, то это вызывает глазодвигательные нарушения, и у него возникает двоение. И тогда, тут понятно, он идет к неврологу или к окулисту, и тут надо, конечно, делать МРТ. А вот вопрос с эндокринными проблемами, когда опухоль маленького размера и начинается изменение гормонального фона, вот тут, конечно, нельзя переоценить вклад эндокринолога, грамотного эндокринолога, который может с первых шагов распознать начинающуюся болезнь и направить пациента именно на те анализы, которые как раз и выведут эту опухоль на чистую воду. Вот это очень важный вопрос, и как раз одной из задач нашего центра и непосредственно Екатерина Александровна, это вот просветительская работа среди эндокринологов, чтобы они могли, ну, грубо говоря, видеть болезнь, да, при заходе пациента уже в кабинет врача. Я хотела бы еще добавить относительно зрения, что падение, наверное, не все изменения со стороны органа зрения, то есть вот ухудшение того, что мы видим, будут, наверное, самыми тревожными. Но вот то, что вы сказали, когда есть двоение, когда есть косоглазие, когда уже выпадают поля зрения, вот это напрямую надо бежать очень быстро на МРТ, и в дальнейшем, скорее всего, это будет и ваша консультация, как нейрохирурга. Хотела бы также сказать, что очень часто из-за, наверное, ну, очень легкой доступности МРТ мы получаем пациентов, у которых есть что-то в гипофизе, это каждый практически пятый человек, который проходит МРТ. И здесь уже перед эндокринологом стоит вопрос, что это такое, это что-то безобидное, и таких безобидных вещей может быть большое количество, или это то, что производят гормоны. Здесь у нас есть четкий алгоритм, который описан в клинических рекомендациях по инциненталомам гипофиза, что нам делать. И прежде всего мы исключаем те неврологические возможные поражения стороны органов зрения, головная боль и наши гормональные, то есть и избыток гормонов, и недостаток гормонов может сопровождать то образование, которое в гипофизе видно. И в большей части случаев это, конечно, абсолютно просто находки, за которыми нужно будет в дальнейшем или наблюдать, или даже какого-то наблюдения не требуется, поскольку это является просто таким вариантом нормы. Но вот за последний год нашим центром подготовлен алгоритм, который рассчитан не только на эндокринологов первичного звена, но и на терапевтов, которые тоже ведь получают пациентов, у которых есть заключение, что заключение МРТ, что есть подозрение на микроатоном или что-то в гипофизе. И вот как раз, чтобы на первом этапе уже в поликлинике были сданы те анализы гормональные, которые уже или прочитает эндокринолог, или сам терапевт сочтет, возможным их интерпретировать как или нормальные, или ненормальные, и послать уже напрямую к эндокринологу или, например, на ирохирургу. И это очень важно, поскольку, как говорила Патемат Магонетовна, большинство заболеваний, оно очень течет длительно, если мы берем, как пример, акромегалию, то пациенты, даже вот если мы можем поставить этот диагноз с порога, что у пациента акромегалия, есть избыток гормона роста, то сам пациент это не чувствует, он видит себя в зеркале на протяжении многих лет, как он внешне изменяется, родные его видят, все это списывается или не замечается, или списывается на возрастные изменения. И в итоге, ну вот, если для эндокринолога уже насмотренного на таких пациентов не представляет каких-то трудностей поставить диагноз без гормонального обследования, то сами пациенты, их врачи, которые не видели столько пациентов, наверное, сколько мы можем увидеть в нашем центре, для них это сложности. Вот для них этот алгоритм, наверное, будет полезен, то есть ориентироваться больше бы на гормон. Екатерина Александровна, вот вы говорите об алгоритмах, речь идет вот как раз-таки о программе формирования эндонастороженности, да, в первичном звене? Нет, это нечто другое, это только еще развивается, то есть это компьютеризированная программа предсказания, то есть чтобы провести как раз специалиста первичного звена, кто это будет, это терапевт Ли, эндокринолог Ли, по тому алгоритму, который есть здесь у нас в центре, именно при получении заключения об впервые выявленной инстинкталомии гипофиз, то есть такой вот случайно выявленного образования гипофиза. Спасибо. Спасибо, Дарья, за вопрос, который вот вызвал ряд, так сказать, рекомендаций и комментариев наших специалистов. Я бы хотел еще от вечерней Москвы коллега просила задать этот вопрос. Два вопроса. Как предотвратить старение мозга? Какие зарядки, продукты помогут сохранить его молодость? И что в этой части мифа и правда? Кто бы мог о старении мозга порассуждать? Давайте я попробую. Спасибо. Знаете, вопрос старения, это вопрос, который пытались издревле решить все ученые, алхимики и так далее. Вот. И на самом деле лучший, если мы говорим условно, о изначально здоровой мозговой ткани, то лучший, конечно, способ продлить жизнь мозга и организма, в целом, это ее не сокращать. Поскольку закладка, в принципе, ресурсов человека, она очень велика. И в норме мы используем только 20% своих резервов. Но постепенно окружающие факторы, вот, они влияют на организм и тем самым они истощают те запасы, которые есть у нас. Поэтому, если говорить совершенно с простым обиходным языком, то прежде всего это режим дня. Мозг любит режим. Это адекватный сон для того, чтобы организм восстанавливался. Это правильное питание. Я не буду, наверное, сейчас углубляться в диетологию. Это все представлено в средствах массовой информации, все эти диеты и все прочее. Просто мы должны питаться той правильной пищей, которая дает те необходимые вещества для нормальной функционирования мозга. Вот. Плюс, конечно, по возможности, хотя в нашей жизни это невозможно, это избежание стрессов, которые тоже истощают организмы. Есть даже такое понятие кортизоловая деменция, когда человек на протяжении жизни, если он подвергается большому количеству стрессов на достаточно протяженный период времени, то у него возникает энцефалопатия в результате избыточного воздействия вот этого гормона, гормона адренокортикотропного гормона, гормона стресса. Казалось бы, с одной стороны, это защитный фактор, да, мы позволяет нам среагировать на изменения окружающей среды, с другой стороны, этот фактор нас истощает. Поэтому вот в этой связи тоже отсутствие как раз минимализации стрессов является тоже способом продления жизни мозга. И второй вопрос, какой у нас? Да, и второй вопрос непосредственно о опухолях. Как часто их обнаруживают? Каков сейчас процент успешных операций либо поддерживающей терапии? Ну, если говорить об опухолях гипофиза, вот, то, ну, как бы, если говорить об эпидемиологических каких-то данных, да, я могу сказать с точки зрения хирургии, например, для России, то есть в среднем для нашего населения примерно 120, там, сколько у нас, 26, 126 миллионов, ну, 130 возьмем, да? Или 140 у нас сейчас, 140, вот. Значит, приблизительно вот на такое количество ежегодно требуется порядка 1600-1800 нейрохирургических вмешательств на опухолях головного мозга, в частности, аденома гипофиза. Вот. Вот такие вот цифры. Вот. А если говорить о том, сколько людей ходит вокруг нас с опухолями гипофиза, безусловно, мы не будем брать возрастную градацию, а возьмем всех вместе, то по данным патолого-морфологических исследований, у каждого четвертого человека имеется к концу жизни аденома гипофиза. В том или ином размере она может быть невыражена, а может быть маленький размер, но она уже есть. Значит, каждый четвертый потенциально может получить такую опухолю. А можно еще добавить? Спасибо. Да, Екатерина Александровна. То, что на мой взгляд, это крайне важно, что если уже делается нейрохирургическая операция, то обязательно должен быть очень опытный хирург и опытная рядом команда по коррекции и исходных эндокринных нарушений, и послеоперационных нарушений стороны и эндокринологии, водно-электролитного обмена, потому что сам гипофиз, он вообще участвует в любой операции, выбрасывая стрессовые объемы и различных гормонов, а при операции на гипофизе выброса этих гормонов, он как бы нарушается регулирование, и именно поэтому очень большое количество вот тех нарушений, которые потенциально опасны для человека, но вот, например, в стенах такого стационара, как у нас, мы про них знаем, мы их контролируем, и пациентов отпускаем уже полностью как бы зная, что с ними будет все в порядке. Вот, поэтому если уже вот мы говорим про операцию, то есть подготовка специализированных таких стационаров, я считаю, это очень важно. Да, да, это не повсеместная хирургия, как хирургия черепно-мозговой травмы, спинальной хирургии грыж, например, или там хирургия аневризм, вот, это достаточно узкоспециализированное направление в нейрохирургии, и, безусловно, вот та политика, которая вот иногда говорят, что в каждом, грубо говоря, в каждом доме по кошке, в каждой клинике должна быть представлена такая хирургия, нет. Как раз суть этого этой хирургии не только удалить обхоль, а именно в большой команде эндокринологов, которые смогут впоследствии отследить этого пациента, поскольку эндокринные нарушения, они корригируются годами, и очень важен процесс обратной связи между пациентом и как раз врачом, и в нашем центре присутствует целый алгоритм послеоперационного ведения пациентов, как на раннем послеоперационном этапе, так и уже и на позднем, когда пациент выписывается и приглашается в наш центр для коррекции нарушений, а если он не может приехать, у нас существует целая система, начиная просто от телефонного контакта врач-пациент до системы телемедицинских консультаций, когда пациент практически в любом районном центре, где есть выход в интернет, может получить телевизионную консультацию с врачом-эндокринологом после операции и тем самым решить свои насущные проблемы, не добираясь зачастую за многие тысячи километров до местонахождения врача. Замечательно, спасибо огромное, мы уже практически выбрали отведенное время, коллеги, есть еще что у вас наболевшее, что не прозвучало в эфире? Спасибо за встречу, я просто обращу внимание, что в чате там висят еще вопросы от коллег, так что если... Давайте, конечно. А мы можем коллега, который нам помогает технически собрать эти вопросы и потом мы обязательно адресно либо в нашем чате гормоны я, мы на них ответим, ну, и коль скоро вот еще один вопрос уже, как бы, пусть он будет заключительным, один из наших слушателей пишет, что здоровых не бывает, есть такое выражение, здоровых не бывает, а только недообследованные, и в этой связи интересуются, как часто нужно все-таки лезть в свой мозг с помощью МРТ и других исследований. Ну, давайте я скажу свое мнение с чисто, так сказать, с хирургической точки зрения, когда уже ситуация действительно для человека становится критической. Насколько я понимаю, МРТ это достаточно безобидный метод исследования, вот, и в некоторых странах МРТ является скрининговым исследованием, поэтому здесь нет никакой проблемы в том, чтобы выполнить это исследование. Другое дело, конечно, компьютерной томографии, да, это большая доза рентгеновского излучения, а МРТ достаточно безвредный, если нет других противопоказаний при подозрении на какую, на неважно какую патологию даже, это может быть и не патология центральной нервной системы, это может быть патология других органов, но этот метод позволяет на достаточно ранней стадии выявить те нарушения, которые еще не проявляются клинически, поэтому с моей точки зрения проведение, в проведении МРТ, периодического проведения МРТ-исследования на сегодняшний день нет ничего какого-то такого плохого. Как вы считаете? А я вот добавлю, вообще понятие гипердиагностики это тоже такой важный момент, потому что если мы постоянно что-то обследуем, постоянно делаем различные визуализирующие методы, то непременно что-то можно найти, и это запускает вот этот вот круг диагностики, диагностики, почему и появляется это выражение, что больных людей нет, пока не пойдешь к врачу, потому что ты начинаешь обследоваться, и обязательно в конечном итоге что-то находится. поэтому я за то, чтобы мы сами как бы люди себе не назначали те или иные обследования. Если есть какие-то жалобы, что-то беспокоит, то нужно пойти к врачу, и врач непременно сам назначит, что лучше. Может быть в связи с этими жалобами действительно нужно сделать МРТ головного мозга, а может быть даже лучше сделать КТ. Поэтому если есть какие-то жалобы и есть сомнения нужно ли делать МРТ, лучше прийти к врачу, посоветоваться и уже после этого делать тот или иной визуализирующий метод. Я тоже если можно добавлю вопрос гипердиагностики он напрямую перетекает в вопросы повышенной тревожности самих пациентов, потому что если что-то выявляется за этим сказал А, нужно говорить Б, это обследование возможно ненужное и в дальнейшем контрольные какие-то МРТ то есть это в принципе для многих людей создает такую повышенную тревожность которая может перерастать и в психические заболевания Да, безусловно я бы хотел вот как бы в этом плане немножко может подытожить понимаете какая ситуация очень важны важно наличие профессионалов своего дела вот в чем дело в любой отрасли и мы каждый раз с этим сталкиваемся когда возникают какие-то ошибки на любом поле деятельности и в медицине то же самое поэтому подход как раз профессиональный подход врача к пониманию проблемы может быть даже к назначению какой-то там диагностики или убиранию вот как раз тревоги по поводу гипердиагностики оно является очень важным в в подходе к пациенту и именно на это надо обращать внимание когда пациент идет к врачу он должен понимать что какая у него проблема он уже боится своего заболевания или он не понимает что с ним происходит и вот задача врача как раз решить что надо сделать и в частности может быть даже успокоить пациента и сказать что да у вас есть опухоль допустим но она контролируемая и с такой опухоли можно жить дальше и никаких проблем нет а если что мы ее сможем всегда удалить и это вот одна из задач врача как раз тоже успокоить пациента и снять вот этот уровень тревожности поэтому врач работает на два фронта как диагностика так и снятие гипердиагностики спасибо огромное нашим экспертам я еще от себя добавлю что врач работает еще и на третьем фронте под названием профилактика является популяризатором здорового образа жизни внимательного отношения к себе и к окружающим чем собственно говоря наш центр конкурентно отличается от всех других медицинских учреждений поэтому просим нашу отечественную журналистику транслировать в обществе нашу готовность всегда быть рядом и наш девиз это семейный семейный врач многие наши пациенты становятся нашими друзьями нашими практически родственниками на всем мы с вами говорим вам до свидания с наступающим всемирным днем мозга мы сегодня намного продвинулись интеллектуально вперед и будем здравее жить спасибо всего доброго спасибо